Официальные партнеры программы «Новости дня». Сеть салонов «Види оптика плюс». Компания «Линия неба». В эфире ТВ-кома «Новости дня». В студии Юлия Пермякова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко расскажу о главных событиях, которые произошли в республике и ее столице. Планируется жилищная застройка в объеме не менее 1 миллиона квадратных метров с объектами социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Сколько многоквартирных домов планируют сдать за ближайшие два года благодаря работе домостроительного комбината? Подать заявку можно сейчас через личный кабинет природопользователя. Юридическим лицам необходимо встать на учет в Бурприроднадзоре. Для чего это нужно, расскажем через несколько минут. Булан-Удэ неизвестный напал с ножом на сотрудников службы отлова безнадзорных животных. Какие крупные строительные объекты в городе планируют сдать в ближайшие несколько лет и с чьей помощью намерены повысить темпы строительства, рассказал мэр Игорь Шутенков. Подробности далее в репортаже нашего корреспондента. Миграции из сельских районов Бурятии и жилой фонд, не отвечающий современным требованиям, ставят перед городом задачу увеличения объемов строительства жилья. В 2021 году наш план составлял 190,5 тысяч квадратных метров жилья. И мы выполнили его. Ввод в эксплуатацию составил 191,4 тысячи квадратных метров. В целях поддержки восьми проектов по развитию территории представлены субсидии на технологическое присоединение к инженерным сетям в размере 109 миллионов рублей в рамках программы «Стимул». Важно не только строить новые дома, но и содержать в порядке старые. За три года в Улан-Удэ обновились крыши, фасады, коммунальные сети в 772 многоэтажках. В этом году запланировано сделать еще 389. Также с 2021 года в Улан-Удэ введен в эксплуатацию домостроительный комбинат. Благодаря этому в течение двух лет в 140-м квартале будет построено 10 многоквартирных домов. До 2031 года данным проектом планируется жилищная застройка в объеме не менее 1 миллиона квадратных метров с объектами социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. В прошлом году, как и в этом, полным ходом идет строительство третьего моста. Благодаря четырехполосному движению существенно разгрузятся все транспортные артерии Улан-Удэ. Для полной ликвидации заторов на основных магистралях города идет разработка техническо-экономического обоснования строительства путепроводов. Сегодня уже заключен контракт с многопрофильной компанией Интор. Будет разработано пока ТЭУ строительства путепроводов в районе Комушки и в районе стеклозавода с улицы Барсоева на улицу Левченко. Кроме этого, уже в этом году планируется завершение строительства четырех домов в микрорайоне Зеленый для жителей, расселяемых из аварийного жилья. Будет возведен стадион в микрорайоне Солдатский и открыт уже построенный центр единоборств. Руслан Хороших, Вячеслав Батоев, Новости дня. Оценка негативного воздействия на окружающую среду. В этом процессе теперь будет задействован каждый предприниматель Бурятии. Юридическим лицам необходимо встать на государственный учет в Бурприроднадзоре. Как это можно сделать, расскажем далее. Каждый год мы собираем урожай где-то в районе 5000 тонн зерна. Ну и производство мяса где-то около 74 тонн в год. Виктор показывает свои владения. Вместе с отцом они занимаются сельским хозяйством уже более 15 лет. Выращивают зерно и крупнорогатый скот. Но даже такие предприятия должны вставать на государственный учет в Бурприроднадзоре, чтобы в ведомстве могли оценить вредное воздействие на окружающую среду. Так как наша организация занимается сельским хозяйством, ущерба не такой существенные. То есть топим, например, печным отоплением, дровяным. Выбросов не такие высокие. В принципе, я думаю, не такой вред природе мы наносим. Мы со своими специалистами проработали эту программу. Мы оформили благодаря сотрудникам Бурприроднадзора под себя личную программу. И, в принципе, проблем не было. Оформить ее. То есть можно сделать это даже онлайн, правильно я понимаю? Да, мы сделали это онлайн. Ну, конечно, нам помогали специалисты Бурприроднадзора. Согласно федеральному закону об охране окружающей среды, каждое юридическое лицо, которое ведет хозяйственную или иную деятельность, должно подать заявку о постановке на учет. Это не только фабрики, заводы и энергетические компании. Источниками загрязнения на ферме могут быть даже отходы животных или пыль от зерна, не говоря уже о технике. Подать заявку можно сейчас через личный кабинет природопользователя. Значит, это все легко делается, удаленно. Не обязательно надо приехать, да, не обязательно надо приносить на бумажном носителе, да. Нужно просто создать кабинет природопользователя, заполнить по всем вкладкам. Если вы обладаете электронно-цифровой подписью, можно подписать и отправить к нам удаленно. В зависимости от показателей предприятию присваивается категория опасности. Уже исходя из этого, специалисты Бурприроднадзора могут порекомендовать варианты, способствующие снижению выбросов в атмосферу. По всем вопросам можно обращаться в ведомство по телефону 44 44 97. Юлия Пермякова, Сергей Медведев, Новости дня, Трабогатайский район. Тем временем в Бурятии появятся интернет-площадки для продажи фермерской продукции. Глава республики поручил обеспечить возможность легкого выхода на рынок всех производителей. Кроме того, Алексей Циденов отметил, что нужно увеличить возможности рыночной торговли. В Улан-Удэ и в райцентрах организовать широкую ярмарочную торговлю. Также для расширения рынков сбыта глава Бурятии поручил главам районов и Министерствам социальной защиты населения, здравоохранения, образования и науки организовать закуп в социальные учреждения местной продукции. И буквально на днях в правительстве Бурятии создали штаб по обеспечению логистики пассажиров и грузов. Там будут заниматься решением транспортных проблем и разработкой оптимальных логистических маршрутов, необходимых для импорта и экспорта продукции в условиях санкций. Штаб возглавил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников. Минтранс мониторит ситуацию, создан чат и все проблемные вопросы активно решаются. По доставке строительных материалов точно так же вопросов нет. Единственное, конечно, в магазинах очень быстро раскупаются товары первой необходимости. И наши сетевые организации просят, чтобы транспорт ускорил свою доставку, увеличил количество транспортных средств. Рабочая группа в том числе будет рассматривать случаи неправомерного завышения стоимости перевозок, как пассажирских, так и грузовых, что в конечном счете может отразиться на стоимости материалов и продукции. Такой инцидент накануне произошел в Муйском районе. Доставка муки одному из местных предпринимателей обошлась в два раза дороже, чем обычно. В Бурятии начали штрафовать за дискредитацию российской армии. 6 марта три жительницы Улан-Удэ приняли участие в несанкционированном митинге. Они демонстрировали плакаты с текстами, дискредитирующими использование вооруженных сил России. Их действия быстро пресекли полицейские. Советский районный суд назначил женщинам наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей каждый. Напомню, в начале марта Госдума ужесточила наказание за распространение фейков о вооруженных силах страны. В случае, если заведомо ложная информация повлекла за собой тяжкие последствия, предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы. В Улан-Удэ неизвестный напал с ножом на сотрудников службы отлова безнадзорных животных. Об этом и не только расскажем в нашей постоянной рубрике «Горячая линия ТВКОМ». В 102 микрорайоне на девушек из группы отлова бродячих собак напал мужчина с ножом. Злоумышленник требовал отпустить животных. «Вот это рыжий отпустите!» «Это с кладбища собаки!» «Я все сказал отпустите!» «Давайте паспорт!» «Давайте паспорт!» «Давайте паспорт!» «Я в милицию вызываю!» «Давайте паспорт!» «Я сказал!» «Ты что делаешь?» «Я в милицию вызываю!» «Я сказал, что отпустите рыжий!» «В результате нападения у одной из пострадавших порезан на руке. От более серьезных травм девушек спасла теплая одежда». К другим темам. В Уан-Де задержан подозреваемый в краже телефона. Заявление в полицию Октябрьского района поступило 8 февраля. Уан-Денец рассказал, что вечером распилал спиртное в баре по улице Терешковой. Когда он уснул от выпитого, неизвестный похитил гаджет стоимостью более 60 тысяч рублей. Проходя мимо стола, он переложил телефон поближе к краю, а уходя, похитил его. Сотовый телефон изъят полицейскими по месту жительства подозреваемого. Задержанный рассказал следователю, что планировал пользоваться гаджетом, но не смог самостоятельно снять пароль блокировки. Отметим, молодой человек ранее не судим, трудоустроен. Возбуждено уголовное дело. Движемся далее. На улице Ботаническая дорогу не поделили Тойота Приус и Митсубиси Кольт. Водитель Приуса двигался прямо, не маневрируя в сторону Мегадома. Водитель Митсубиси Кольт двигался со стороны Мегадома. Дома решил раньше повернуть в карман, чтобы уйти в сторону пропуса. Не уступив дорогу, а эти привык совершил в погновение. В ДТП никто не пострадал. У автомобилей сильные механические повреждения. Андрей Слепнев, Новости дня. В преддверии каникул сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям администрации Улан-Удэ проводят уроки безопасности. Сегодня одно такое занятие прошло в восьмой школе. Наша съемочная группа побывала на месте и сейчас расскажет все подробности. У вас школа находится в непосредственности близости с водой, да? Да. Кто из вас, честно скажите, по льду бегает? Я. Иногда. Есть такие, да? Почти половина класса. Вот. Мы сейчас вам расскажем, чем это опасно и что нужно делать, что нельзя. Вы, пожалуйста, это запомните, это вам в жизни пригодится. В основном занятия о безопасности поведения на льду проводятся с учениками начальных классов. Во время каникул дети могут гулять и кататься на коньках по замерзшим рекам. Зачастую такое времяпровождение заканчивается трагедиями. Постараемся охватить большую, всю большую публику и приезжаем в школу для проведения открытых уроков. То есть разъясняем, что нужно делать, а чего нельзя. Ну и стараемся довести до них, до красных руководителей, до родителей, что все-таки лучше вообще ограничить детей от выхода на лед. Детям рассказали о правилах поведения на льду, как оказывать помощь пострадавшим и показали водолазное снаряжение. Урок мне понравился, в принципе. Я узнала то, что костюм водолаза можно надувать, чтобы он поднялся вверх. Ну, и можно, чтобы воздух сжал, ну, ушел и подняться на дно. Ой, на дно, спасибо. Вот это я узнала впервые. Это мне будет интересно. Еще я впервые увидела костюм водолаза. Сегодня я приду домой, расскажу маме. Урок мне очень понравился. Родителям расскажу, брату тоже, потому что он очень много ходит через, ну, ходит возле речки. И, ну, урок очень познавательный, я думаю. А что тебе больше всего запомнилось? Какой-то факт, может быть, учетный? Что, чтобы он, только можно тратить на 30 минут. Такие уроки безопасности проходят каждую неделю. Сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям УАНУДЭ стараются посетить как минимум две школы. Андрей Слепнев, Сергей Медведев. Новости дня. А возле 51-й школы сегодня прошел очередной рейд. Сотрудники автоинспекции вместе с представителями Комитета по образованию проводили профилактические беседы с нарушителями дорожного движения. За все время мероприятия было выявлено 16 нарушений, среди которых самыми распространенными были либо использование смартфонов, либо наушников во время перехода дороги. Уважаемые родители, наступили каникулы. Госавтоинспекция призывает вас провести с детьми дополнительные беседы для того, чтобы они безопасно переходили проезжую часть, а именно пользовались пешеходным переходом и убедились, что все транспортные средства остановились и готовы их пропустить. Также определите досуговое время, безопасность для детей, проговорите безопасный маршрут для этого досугового места. С начала года в Бурятии произошло 15 ДТП с участием несовершеннолетних. 19 детей получили травмы различной степени тяжести. В Бурятии начала работу горячая линия для родителей тяжелобольных детей. Обратиться на нее можно в случае, если возникли сложности с получением или оплатой лекарственных препаратов, назначенного лечения, технических средств реабилитации или необходимых ребенку обследований. Специалисты службы верное направление проверяют возможность получения данной помощи от государства в первую очередь, затем помогают собрать необходимые пакеты документов для обращения в благотворительные фонды в случае, если эту помощь или это обследование невозможно осуществить за счет средств государства. И сопровождают каждый конкретный случай до момента получения помощи. Обратиться на горячую линию могут только законные представители ребенка. Поиск вариантов получения помощи осуществляется после изучения медицинских документов. Также могут потребовать документы о финансовом состоянии. Число заболевших ковидом в республике по-прежнему снижается. Накануне в Бурятии коронавирус выявили у 143 человек. Трое больных скончались. В стационарах получают лечение 370 пациентов. В отделениях реанимации 61 человек, на аппаратах ИВЛ – 18. Занятость коечного фонда составляет 81%. Амбулаторное лечение и наблюдение проходит 946 человек. Между тем, более тысячи накануне выздоровели и выписались из больниц. Далее небольшой перерыв. Не переключайтесь. Скоро вернемся. Эти соревнования очень хорошие. Когда борешься, очень тяжело. Соперники очень тяжелые. Турнир памяти Батажа Пабатуева, погибшего в Афганистане, стартовал сегодня в поселении Орангойское. Небольшие рассказы классиков русской литературы на сцене молодежного театра. Там состоялась премьера полной версии спектакля «Времена года». В Бурятии 300 солнечных дней в году. Види Оптика Плюс готова к каждому из них. Встречайте новая коллекция стильных, современных и удобных солнцезащитных очков. Шагнем в лето с Види Оптика Плюс. Ровные, как гладь океана. Притягивающий взор, как женская красота. Расширяющий пространство до размеров Вселенной. Линия неба. Натяжные потолки любой сложности. Телефон 307-307. Спасибо, что остаетесь с нами. Это «Новости дня» и мы продолжаем выпуск. 40 миллионов рублей из республиканского бюджета направлено в Бурятию на благоустройство популярных туристических мест, сообщил на заседании очередного штаба по экономике заместитель председателя правительства республики Иван Альхеев. Как отметил зампред правительства Бурятии Вячеслав Цибик-Жапов, на сегодняшний день в республике ни в одном месте массового отдыха нет благоустроенных туалетов. У нас все-таки четыре направления. Восток-север, запад-юг. И у нас, на самом деле, с туалетами вообще проблема. Особенно там, где в местах массового отдыха наших граждан и по трассам. Можно какую-то компенсацию, субсидию выделять тем людям, которые готовы это все делать. 40 миллионов дополнительно выделено из республиканского бюджета на благоустроенные туалеты. Сегодня как раз мы проводили совещание по реализации данных мероприятий. Глава Бурятии Алексей Циденов также поручил Ивану Альхееву проработать вопрос доступности туалетов в придорожных заведениях. Туалеты в общественных местах должны быть доступны для всех, а не только для посетителей заведений. И это требование федерального законодательства, отметил глава республики. Маршрутная сеть авиакомпании «Аврора» будет расширяться. С начала года международный аэропорт Байкал ощущает мощный прирост пассажиропотока. На данный момент открыто пять направлений из Улан-Удэ. Прямым рейсом из столицы можно будет добраться во Владивосток, Хабаровск, Якутск, Красноярск, остров Ольхон. Также в июле планируют запустить авиарейс в поселок Агинское. Помимо этого будут расширены основные маршруты до четырех рейсов в неделю в Хабаровск и во Владивосток. Тем временем Россия снимает ограничения, действовавшие из-за коронавируса. И с 30 марта будет разрешен въезд через сухопутный участок границы граждан Казахстана и Монголии в Россию, а также выезд в эти страны. Напомню, граница России и Монголии была закрыта еще в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Пока въехать в Монголию на автомобиле или поезде невозможно. Попасть в эту страну можно только авиарейсами. Полеты были возобновлены в конце прошлого года. С 19 марта рейсы отправляются два раза в неделю вместо одного. Школьник из Монголии получил приглашение на байкальскую рыбалку от главы Бурятии. Ученик пятого класса из Улан-Батора в конце мая 2020 года, во время начала пандемии, отправил в нашу республику маски. Ребенок сшил их самостоятельно. Еще он вложил в посылку накопленные 20 тысяч тугриков. Такой презент не оставил равнодушным правительство Бурятии и ученик будет поощрен ответным подарком. И вот самая трогательная посылка, самая трогательная посылка, это вот, тут даже написано письмо такое. Ученик пятого А-класса, Целмек, монгольский мальчик, прислал такую нам посылку. Он ученик школы при экономическом университете Плеханово в городе Улан-Батор. Вот он, видимо, сшил вот эти маски многоразовые. И тут 20 тысяч тугров отправил. Полученная гуманитарная помощь от посольства Монголии, в том числе и посылка пятиклассника, была направлена на нужды медицинских работников и пациентов Бурятии. В Улан-Удэ сегодня открылся 29-й межрегиональный турнир по мини-футболу в памяти воинов-афганцев. Он посвящен 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. 24 команды, городские школы и колледжи. Эти парни собираются сыграть самый патриотичный футбол. Памяти воинов-афганцев в честь 33-й годовщины вывода советских войск из Афганистана и 77-й годовщине победы в Великой Отечественной. А какой настрой? Хорош. Очень хороший настрой. Надеемся, что победим. Тренировались команды против команды АТК в манеже БГСХ. Каждую неделю, получается, собирались и играли в футбол. За 9 лет, 1 месяц и 19 дней через Афганистан прошло около 2,5 тысяч жителей Бурятии. В боевых действиях участвовало более тысячи. 219 получили ранения и контузии. 36 стали инвалидами. От полученных в Афганистане ран многих не стало в мирные дни. Этот турнир – дань памяти всем. И я выражаю огромную благодарность именно тем людям, которые организовывают и проводят такие мероприятия, организаторы, воины, которые участвовали в Афганской войне, ветераны, родители и близкие наши бойцов, которые в городской прошли часть своей жизни школы на территории Афганистана. Они выполняли свой служебный долг за пределами нашей Родины, защищали мирную жизнь, защищали наши южные рубежи, ну и, конечно, отстаивали интересы России. Мы чтим их память. Это не просто спортивные футболы, где они соревноваются. Это на самом деле еще и встречи ребят с ветеранами, с родственниками, которые, ребята, отдают дань памяти воинов, которые погибли. А родственники видят новое поколение, видят молодых ребят, которые помнят подвиг тех воинов-афганцев, которые защищали интересы нашей страны. И сегодня это очень важно, потому что сегодня наши ребята защищают также интересы нашей страны. Турнир выявил сильнейших, а власти подтвердили, что по традиции его продолжат проводить каждый год. Мария Латышева, Анастасия Пронкинова, Вячеслав Батоев. Новости дня. Еще один турнир памяти воина Батажапа Батуева, погибшего в Афганистане, стартовал сегодня в поселении Орангойское Иволгинского района. Традиционный турнир по вольной борьбе проводится уже в 28-й раз. Все подробности в материале Дмитрия Гомбоева. Это уже 28-й по счету турнир памяти воина-интернационалиста Батажапа Батуева. Организаторы рассказывают, юношеский турнир в Арангое дал дорогу брату и сестре Вильмовым, а также Баиру Амактуеву, чемпиону мира по боевому самбо, и Базару Базаргуруеву, бронзовому призеру Пекинской Олимпиады. Юношеский турнир собирает сотни борцов со всех уголков республики и соседних регионов. Очень важно воспитывать в нашем подрастающем поколении, в наших спортсменах, чувствовать патриотизм в своей родине, помнить и не забывать про наших героев. В этот раз турнир собрал больше 350 борцов. Основными спонсорами выступают сами жители Арангоя и Иволгинского района. Ежегодно призовой фонд составляет порядка 200 тысяч рублей. Конечно, это самое главное – это опыт, получение опыта. И новые знакомства, общение, организация на высшем уровне. Я с Иркутской области приехала и хочу занять первое место. Я приехала сюда, хотела, чтобы показать Багбу. Эти соревнования очень хорошие, когда борешься, очень тяжело. Соперники очень тяжелые, сильные. Достойные соревнования. В планах у Оргкомитета присваивать победителям турнира звание кандидатов в мастера спорта. Для этого нужен соответствующий статус. Работа в этом направлении усиленно ведется. Отметим также и то, что начиная с 1993 года, турнир памяти кавалера Ордена Красной Звезды Бадажапа Бимбаевича Батуева не проводился только во время распространения коронавирусной инфекции. Дмитрий Гомбоев, Новости дня, Иволгинский район. Сегодня работники культуры отмечают свой профессиональный праздник. В этой сфере в Бурятии трудится более 4000 работников в 18 государственных учреждениях. В эти мартовские дни в нашей республике проходит пятый международный музыкальный конкурс «Найдал-2022». А театры и филармония уже начали выезжать в районы с гастролями в рамках плана мероприятий, посвященных празднованию столетия республики. Я поздравляю всех, кто причастен к нашей прекрасной отрасли, культуре и искусству. Поздравляю всех педагогов детских школ искусств. Поздравляю всех библиотекарей. Поздравляю всех, кто работает в музеях. Поздравляю всех, кто работает в колледжах, в институте культуры, в наших театрах, в цирке. И поздравляю все творческие союзы, и союз композиторов, и союз писателей, и союз художников, союз кинематографистов. Также, по данным Министерства культуры России, Бурятия – один из лидирующих регионов программы «Пушкинская карта». Наша республика занимает 21 место среди 85 регионов страны и первое по ДФО по объему продаж. Небольшие рассказы классиков русской литературы на сцене молодежного театра. Там состоялась премьера полной версии спектакля «Времена года» в реакции на тему России. Первую часть постановки зрители увидели много лет назад. Это был Тургенев. Вторая часть – по рассказу Чехова «Ведьма». Этот спектакль был задуман еще в начале 90-х. Его создатель Анатолий Баскаков понимал, что короткие яркие произведения зрителю осилить гораздо легче, чем многотомные книги классиков. Так, из небольших фрагментов может сложиться большая любовь к русской литературе. Части спектакля – как «Времена года». Полюбопытствуйте, Аркадий Атемич, как бежит, полюбопытствуйте. На, лево, пошел. Туча, мне это на ноги разбило. Первой появилась осень по сцене Тургенева «Разговор на большой дороге». Режиссер говорит, что это одно из произведений, которое раскрывает загадочную русскую душу. И хотим вот эту вот присущую русскому характеру, русским взаимоотношениям между людьми, русским каким-то привычкам, склонностям, слабостям. Ну, типа инфантильности, допустим, когда детьми бывают до 40-50 лет, понимаете, да? На что-то надеяться, все это должно изменить. И вот это вот эти, все вот эти чувства, которые почему-то так отражали наши, ну, наши прекрасные писатели и так далее, мы хотели воплотить в этом цикле. На сцене три человека. Избалованный оставшийся в детских мечтах помещик, его изворотливый слуга и кучер. Пока они катятся в своей телеге, зритель успевает погрузиться в размышления о жизни и смерти, доброте и предательстве. Все это с юмором и иронией. Вторая часть постановки «Зима» по рассказу Чехова «Ведьма». Молодая девушка вышла замуж за престарелого священнослужителя. Роль Раисы исполнили сразу две начинающих актрисы. Режиссер все никак не мог определиться. И слезы, и печаль, и радость за нее может быть какая-то, и главное сопереживание. Ну, вообще, это, я думаю, драма, настоящая драма. Не только вот этой молодой девушке, которую я играю, но и ее партнеров по сцене. Муж подозревает молодую жену в изменах и даже колдовстве. Мистическая атмосфера становится фоном для истории о тоске по настоящей любви. В следующий раз спектакль можно будет увидеть 22 и 23 апреля. Ася Касьянова, Алексей Ромашов, Новости дня. Песни казаков Забайкалья. Презентация этой книги состоялась в культурно-досуговом центре Взгуту. Ее автор – атаман Забайкальского войска, родовой казак Юрий Касьянов. Там же коллектив «Казачий спас» исполнил несколько песен из сборника. Все подробности в сюжете нашей съемочной группы. Ансамбль «Казачий спас» существует в Улан-Удэ с 1998 года. Коллектив с многолетней историей и специальной к 130-летию Забайкальского казачьего войска организовал концерт и презентацию сборника песен казаков в Забайкале. Мы готовились к этому мероприятию. К этому времени наш атаман Касьянов Юрий Леонидович составил сборник песен Забайкальских казаков. Он собирал его всю жизнь, с самой, можно сказать, юности, с детства. И вот теперь все сложилось, около ста песен, которые войдут и старинные, и духовное песнопение. Главная задача, по словам самого автора сборника, сохранить старинные песни и вернуть их в обиход казаков. Существуют казачьи песни и песни про казаков. Казачьи песни исполняются в основном людьми, которые имеют родовые корни. Это они исполняют песни, которые игрались в их домах. Значит, дома, в семейном кругу, за застольями. В зависимости от содержания, казачьи песни бывают свадебными, плясовыми, шуточными, а также историческими, военными и походными. ПЕСНЯ Отмечу, что в следующем году коллектив отпразднует свой 25-летний юбилей и вновь порадует зрителя красотой казачьих распевов. Юлия Пермякова, Роман Попов, Дмитрий Гомбоев. Новости дня. Оставайтесь на ТВ-коме. В 20.10 смотрите программу «Ударейхонин». Новости на бурятском языке. Мы снова возобновляем информационные выпуски, ведущей которых стала Людмила Намжелон. Девушка в совершенстве владеет бурятским. В новостях по-прежнему будет рубрика «Сахилган. Живое общение с гостем». Итак, в 20.10 не пропустите. Ну что ж, таким был этот выпуск. Я еще раз напомню его главные темы. Юридическим лицам необходимо вставать на учет в Бурприроднадзоре, чтобы в ведомстве смогли оценить вредное воздействие на окружающую среду. В Олан-Удэ неизвестный напал с ножом на сотрудников службы отлова безнадзорных животных. Турнир памяти Батажа Попатуева, погибшего в Афганистане, стартовал сегодня в поселении Орангуйское. На этом выпуск завершен. Наши новости вы также можете найти в социальных сетях и на сайте ТВКОМа. В студии работала Юрия Пермякова. Я желаю вам отличных выходных. До встречи. Резкое ощущение движения вперед. Ясное осознание собственной неотразимости, очевидное понимание перспективы и успеха. Каждому своя оправа. Отведи оптика плюс. Ровные как гладь океана. Притягивающий взор как женская красота. Расширяющий пространство до размеров Вселенной. Линия неба. Натяжные потолки любой сложности. Телефон 307-307. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова